Здравствуйте, друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях политолог Николай Давыдюк. Николай, здравствуйте. Да, добрый день, добрый-добрый день. Сегодня постараемся разобраться с Николаем в мобилизации в России, как она повлияла на Россию и еще повлияет. У меня есть очень такая большая мысль, такая большая впечатление. И есть ли уже недовольные, просто не просто вот те, которые выходят и что-то кричат, а вот больше, те, которые готовы свергнуть режим. Как минимум есть один пострадавший военком, который уже никого не сможет мобилизировать, об этом во всем мы поговорим с Николаем сразу после блиц-вопросов. И первый блиц-вопрос это, власть Путина уже на волоске, как считаете? Дала трещину, очень глубокую. Наверное, самую глубокую за 20 лет. Как думаете, в Кремле зреет заговор? Думаю, да, но вот вопрос, кто штрикнет этим ножом. Вы сочувствуете россиянам, которых заберут на войну? Нет, ни капельки. Почему? А с чего он сочувствует? Если у него есть мозги, он просто делает все возможное, чтобы туда не прийти. А если он хочет идти убивать, хочет идти насиловать, воровать, чему тут сочувствовать? Если человек не хочет, он делает все возможное, чтобы туда не пойти. Он может поджечь военкомат, он может уехать, он может саботировать, он может подать суд. Я не знаю, там миллион вариантов, чтобы не пойти на несправедливую убийственную войну. А если человек хочет, чего его жалеть? Убийцу жалеть? Какого-то шарлатана, который пытается идти грабить дома? Не вижу, чего его жалеть. Россия не понимает, что если нужна мобилизация, значит Кремль проигрывает войну? Я думаю, они не понимают. Они догадываются, но боятся себе признаться. Это же получается, что Россия не великая, Россия не империя, Путин мудак, слабый диктатор. Конечно, они это понимают в глубине души, но боятся говорить даже внутри себя. А простые солдаты, которые сейчас уже сидят в окопах, понимают, что Путин их предал? Я думаю, что они это поняли уже когда получили все необходимое и увидели, что из-за всего необходимого старый автомат 40-го годов и просроченные сухпайки. Вот тогда они поняли, что их кинули. Но снова же. А за спиной стоят чеченцы и стреляют в спину. То, что он понял, уже поздно. Назад он вернуться не может, а вперед бежать боится. Ну вот сидит в окопе и плачет. А народ России не считает себя обманутым Кремлем? А народ России обманываться рад. Вот это все же по Пушкину. Им нравится, когда им врут, когда их грабят, когда плюют на голову. Если бы им не нравилось, они бы давно свергли Путина и жили бы все в нормальной стране, как Арабские Эмираты. Да, любите монархию, любите. Есть конституционная монархия, зарабатывайте на нефти, живите прекрасно. Как Британия, например, или как Германия с федеративным устроем. Но они же хотят жить в нищете, в дерьме, и чтобы сверху кто-то погонял. Ну, поэтому, если им это нравится, то такая история. Как считаете, сколько Путину осталось? Я думаю, до конца этой кампании он может не дожить. А если даже доживая, то очень краткие сроки по ее завершению. Очень похожий трек на трек Николая Второго, который, кстати, тоже оглашал мобилизацию. Мобилизация не пошла, потом начались процессы, в конце его свои же и расстреляли. Вот Путин один в один Николая Второго. Просто его политический кумир. В России убили первого военкома. Почему одни готовы сжигать военкоматы и вредить армии? И, к сожалению, их не так много. А другие готовы бежать только как трусы, наверное. Может, это не трусы, может, это какое-то желание спасти себя, но не трусость, не знаю. Ну, я думаю, что этот случай демонстративный. Он как раз-таки вдохновит многих других россиян, каким образом можно избежать мобилизации. Тебя отправляют убивать сотни тысяч людей, а ты можешь убить просто одного и никуда не поехать. Более того, еще очень интересный кейс, что он может даже и не сесть. Если он все же захочет идти воевать, то его могут отправить воевать. И он не сядет. То есть это будет очень смешно, когда человек, который убил военкома, не сядет, а просто пойдет на войну дальше. Это будет месседж, что тебя в любом случае заберут. Так у тебя есть шанс хотя бы уйти и ничего не делать, и нигде не служить. Я думаю, что таких случаев будет еще много. Конечно же, Россия – это страна, в которой Netflix победил Голливуд. Соответственно, серии этого сериала еще будут продолжаться. Их будет много на самом-то деле. И я думаю, что в других, в разных формах, и в школах эти протесты будут, и в университетах, и в военкоматах, и поджигать будут. Уже в интернете есть даже целая карта городов и райцентров, где поджигают эти военкоматы, где бунтуют, протестуют. Мы видим Дагестан, который уже давно вышел за рамки военкомата, перекрывают дороги, железные дороги, целыми селами выходят. Это говорит о том, что мобилизацией Путин зашел на территорию вот этого частного, которое себя оставили россияне. И они говорили, ну ты там делаешь войну свою, да? Но нам показывай по телевизору плюшки, но работай не нагружай. А тут пришлось уже, они-то ее поддерживали, эту войну, но хотели поддерживать исключительно в телевизоре. А сейчас уже надо идти, сидеть в окопах и там умирать. Ну, соответственно, конечно же, россияне этого делать не хотят. Они хотят, чтобы за них умирали буряты с якутами. А тут одних бурятов-якутов не напасешься. Бурятов там 0,3% от всех россиян. Ну и еще один момент. Это же по большому счету третья волна мобилизации. Сначала они силовиков закинули, потом зэков закинули. И тех расстреляли наши, и тех наши расстреляли. Ну давайте уже эти. Но тут, если это были силовики, зэки, то сейчас это батальоны алкашей. Это батальоны алкашей, которым действительно два дня нужно или три только, чтобы протрезветь. А некоторые из них и за неделю с запоя не выйдут. Их пяными туда полумертвыми завезут, а потом в мешках назад вывезут. Все. Поэтому, да, это мобилизация, это большая мобилизация, но она может перерасти в революцию. И Путин это тоже понимает. Что в голове у призывника, который идет в военкомат по доброй воле и не является алкашом? Помогите мне разобраться. Вот этот человек приходит и думает, сейчас я как поеду убивать укропов, буду давить хохло в левом сапогом, потом правым сапогом, и ни одна пуля меня не возьмет, потому что я же крещеный. Я думаю, что он просто плохо учился в школе, не понимает, куда идет, поддался вот этой браваде пропаганды и пропаганды такой, при которой он вырос. Потому что ребята, которые идут, которым сегодня по 18, по 20 лет, даже тем, которым по 25, вся их сознательная жизнь была при Путине. Но вот они же не видели других президентов, они не понимают, что может быть по-другому. Естественно, они идут на эту войну с подозрением, что так должно быть, что, наверное, всюду так. Эти мобилизирующие, то есть они для него ресурс, за счет которого он сидит на троне. Поэтому, конечно же, он их будет перемалывать, ему их не жалко бросать под пули, морозить на холоде, недокармливать, ну, логично. Путину на них все равно. То есть на своих детей нет, они давно в Швейцарии, в прекрасных поместьях живут, в замках, у них там бомбоубежище, у них все прекрасно. А у этих нет. Эти умрут, а эти будут замерзать, и это их последние дни. Поэтому я думаю, что для Путина очень важно, как раз таки в том числе и этот молодняк, сделать так, чтобы это было потерянное поколение. Это будет означать, что еще на одно поколение он сможет остаться при власти. И вот вопрос, насколько они это поймут. Потому что на данную секунду понимают плохо, бухают и не понимают. Ну, скажем так, в какой-то момент действительно страх в них проснется, и этот страх может привести к осознанию, что на самом деле зло-то легко убить, легко скинуть, и это нужно делать, потому что можно умереть самому. Вот, и я думаю, что как раз таки может повториться вот эта история, когда свои же матросы начнут его сажать на кол. Почему у этих людей, я сейчас не говорю про алкашей и зэков, почему у тех людей, которые тут добровольно в военкомат, или те, которые не сопротивляются тому, чтобы их не забрали на войну, не возникает вопрос, если нужна дополнительная мобилизация, куда делась регулярная армия? Потому что ответ есть. Регулярная армия вернулась домой в пакетах. Конечно же, 60 тысяч трупов и 150 тысяч раненых должны были бы научить даже такую большую нацию, как Российская Федерация или россияне, и якуты, и буряты, и все остальные. Но почему-то это поняли только дегестанцы. Дегестанцы сказали, что нет, начали этих военкомов гонять, женщины вышли, их там палками и пеньками начали прогонять, где-то бить, но вот этот парень там пошел на какой-то подвиг, а все остальные даже не думают об этом. Но это на самом деле роль пропаганды и инвестиции в эту пропаганду и оттупление. По вашему мнению, мобилизация удастся? Соберут они там те заявленные 300 тысяч, но мы это понимаем, что 300 тысяч не хватит. Им нужно полмиллиона минимум, чтобы пополнить сейчас, чтобы они там хотят наступать, или что там они хотят? Я думаю, что цель он поставил миллион. Я думаю, что он будет пытаться миллион. Почему он не озвучил? Потому что он боится упасть лицом и показать, что миллион собрать не смог. Конечно же, будут пытаться хотя бы собрать сейчас тысяч 50-70, плюс две недели, чтобы их обучить, потом вывезти, снова же вооружить, тоже откуда деньги. Я думаю, что он этого не понимает. И он пытается сейчас просто эту информацию скрывать, а потом, если что-то будет не получаться, уже будет спихивать на Шойгу и на всех остальных. Но сейчас он, конечно, максимальные цели поставил. А кому все-таки принадлежит идея мобилизации? Путину или его каким-нибудь ближайшим соратникам? Там говорят, есть партия войны, это глава Росгвардии Золотов, генсек Единой России Турчак, председатель Госдумы Володин и т.д. Или это все-таки Путин придумал эту идею? Я думаю, учитывая, что если можно ссылаться на статью New York Times, ссылаясь на New York Times, где они пишут, что Путин лично отдавал приказы не отступать от Херсона, где они хотели отходить, потому что понимали, что их могут убить при наступлении на левый берег, чтобы укрепиться. Это говорит о том, что логика и психология события, что он лично отдает эти приказы. Он задницу уже свою прикрыл. Он, как обычное трусливое политическое животное, всегда прикрывает свою задницу кем-то. И он сказал, мне-то сказали, а я поддерживаю. Вот там была очень важная фраза «поддерживаю». Но нет, это его идея, 100%. Ну, никто бы не... Ну, скажем так, нету в стране этого человека, который бы так фривольно сказал, нам надо миллион убитых или 150 тысяч убитых. Ну, все же понимают, что их там убьют. Но никто бы не сказал, никто бы так не расписался за такое количество людей. А он может. Потому что ему все равно. Он на верхушке пирамиды, он понимает, что никто из его детей не пойдет. Даже если смотреть комментарии депутатов в этот день, они боялись. Они боялись и говорили, ну, мы и так служим, если надо, то пойдем. Тимати сразу улетел в Узбекистан. Дети вот этих кремлевских чиновников тоже начали там заднюю давать. То есть все испугались. Потому что понимали, что они могут пойти или их дети, или их близкие. Единственный, кто не боялся, один Путин. Но он знал, что никто из его родственников не пойдет. Все. Вот. Поэтому, да, то есть это его идея. То, что он уже вначале съезжал, он сам в ней сомневался. Он понимал, что может не выйти. И третье, самое главное, что он, когда это все провалится, конечно же, назначит виновных, публично их выставит возле стенки и расстреляет. Но в данную секунду он запустил этот процесс, и он в нем заинтересован. Почему решение мобилизации было именно принято сейчас? Это связано с каким-то удачным нашим контрнаступлением и освобождением Харьковской области, удачными попытками контрнаступления на Херсоне, или цель какая-то другая? Смотрите, я думаю, что цель, конечно же, вернуть прежние позиции и пойти в наступление. И он понимает, что они же шли на нас в атаку в расчете один против трех. Их было в три раза больше. И украинская армия так выкосила их, что им сегодня надо от 300 до миллиона. Кричать, что я иду завоевать всю Украину, потом я буду завоевывать Донбасс, а потом последнее выступление. Мы освобождаем села. Подождите, а какие села? Вы что, республику целую хотели захватить, да? Как они там нас называют, да? А не получилось. Поэтому он пытается хотя бы вот эти села в райцентры превратить. Один областной центр обещал всю страну стереть земли. Поэтому на самом деле, и снова же, плюс подтверждение угрозы ядерным оружием, говорит о том, что никаких реальных военных побед нет. Набрав сейчас вот людей 300, 500 тысяч, да даже миллион, они их смогут вообще одеть, обуть, дать в руки, кроме автомата и лопаты, хоть что-то? Или это вот армия такая, забросаем шапками, забросаем телами людей? Забросаем трупами, конечно. Месседж Путина, вот этой мобилизации, забросаем трупами. А трупов же не надо одевать. Да, есть какие-то старые фуфайки на советских складах, они их дадут, дырявые каски, какое-то ношеное белье, ну вот это все и будет. Будут откидывать то, что раненых, и передавать дальше этим. То есть чисто марафонский забег будет, передавать эстафету там, каких-то зимних курточек. Ну нету этого, чтобы их всех одеть. Ну понятно, что сейчас что-то будут на этом тоже делать, коррупцию где-то закупать-докупать. Но если они, получилось купить иранские дроны, ну мне просто интересно, как он будет одевать их в иранские халаты, чтобы они шли в атаку. Поэтому, да, с этим будет проблема, с боеприпасами будет проблема, но тем не менее большое количество советских запасов там все же остается. Это нужно признать, это угроза, это наш месседж к Западу. Мы не хотим воевать, люди, против людей. У нас нет дураков, и мы ценим своих людей. Да, он может выставить миллион, нам миллион своих людей жалко, нам даже одного человека жалко, потому что это наши люди, и мы за них переживаем. Поэтому мы просим Запада, дайте нам больше оружия, чтобы высококачественное западное технологичное оружие воевало против этих дураков. Вот, и мне кажется, вот эта формула нашей победы, потому что мы не должны жертвовать людьми. Он хочет... У него же было, помните, вот этот предыдущий этап, это была война на истощение. Он проиграл ее. Перед этим был близкий крик, напасть пока они спят. Ни то, ни то не вышло. Он сейчас говорит, ну давайте стенка на стенку, кто больше людей набросает? Мы говорим, мы в такие игры не играем. Дайте нам оружие, мы просто будем стрелять за 300 километров по них и разносить их пух и прах, и все, больше нам ничего не интересно. Поэтому Украина точно не будет играть на истощение людей. Они проиграли на истощение ресурсов, потому что Украина работала мозгами. Мы взорвали их склады, мы взорвали аэродромы, мы взорвали пути снабжения. Все. Возможно, ресурсов-то у него было и больше, но Давид побеждает Голиафа, потому что Давид умнее, поэтому он работает, он работает мозгами, а не крошит своих людей. Поэтому, да, мы все пообрезали, сделали все красиво, правильно. Да, мы этот этап выиграли. Сейчас по людям точно так же мы будем включать мозги, искать больше оружия и делать так, чтобы поменьше жертв было с нашей стороны. Хочет миллион, но найдем оружие, чтобы умножить ему на ноль миллион. Да, мы это сделаем, но точно мы не будем жертвовать миллион своих людей. Когда Путин поймет, что и третья волна мобилизации, вот это, да, даже когда он соберет миллион всех желающих, алкашей, патриотов, людей, которые не по своей воле попали на войну, но почему-то держат в руках автомат, и это все дело провалится, Путин нажмет красную кнопку. Он гедонист. Он гедонист, он ездит на спорткаре по Баму с какой-то красавицей, то он спускается на батискафе на дно Северного моря, то он покупает яхту за миллиард, то у него вот этот дом достроили только в этой, в Марбелье, да, там какой-то огромнейший на целую гору. Вот, соответственно, он хочет жить, и он понимает, что если он нажмет, прилетит в него. Да, есть большая опасность использования тактического ядерного оружия, цель поражения 10 километров в радиусе, да, это есть. Возможно, это в воздухе будет взорвано, возможно, в море, возможно, в Киевском море много моделирований. Вот, они пытаются этим запугивать, но вполне реалистично, что они захотят ударить. Но есть проблема. Если это случится, мы точно найдем и сделаем свою бомбу. Вот я более чем уверен, что страна, которая имела ядерный потенциал, найдет возможность сделать его еще раз. Но это не самое страшное для России. Мы пережили ядерные удары. Две нации. Мы пережили Чернобыль, а японцы Хиросиму Нагасаки. Две нации в мире, которые переживали ядерные удары. А все остальные читали только в книжках и фильмах. А мы переживали. Поэтому не нас пугать надо. Да, он запугивает этим Запад. Германия, Франция, действительно, их лидеры испугались уже давно и там сидят на телефоне снова. Но Украину этим не запугать, это наоборот нас еще больше разозлить. Вот нас это точно разозлить. Ну и второе, это хаос для западных лидеров в неконтролируемых странах. Так, Иран, Северная Корея. Они сказали, отчего мы не должны делать оружие ядерное. Пакистан, который любитель грязных бомб. Израиль, аналогичная история, который Украине ничем не помог, но только выжидает, чтобы создать свое ядерное оружие и легализировать его. Почему? Потому что все хотят иметь ядерное оружие. А если Путин им так пользуется и бьет по мирному государству безоружному, ну, значит, все, значит, всем надо, а вдруг по нас ударят. Поэтому, да, все будут хотеть и все будут это делать. У Запада есть план, как ответить на возможное применение ядерного оружия России? В окружении Бадина по нескольким каналам донесли, что тактическое ядерное оружие по территории Украины будет использовано. Если оно будет использовано, ответом будет про полностью уничтожение Черноморского российского флота. Вот. Поэтому этот сценарий есть. Это не повышение ставок. Это даже частично, я бы сказал, ниже ставка, потому что на использование тактического ядерного оружия Запад должен отвечать тактическим ядерным. Но это и есть план Путина, потому что после этого он сделает стратегический ядерный удар, на что получит стратегический ядерный ответ. И все, планеты не будет. Поэтому штаты говорят, смотри, мы не будем поднимать ставки, даже равнозначно бить не будем, но мы очень больно сделаем тебе, твоему государству и вашей армии. Просто уничтожим этот российский флот. После чего вы не сможете атаковать в Сирии, вы не сможете стрелять с моря, вы не сможете делать очень много других вещей. Это говорит о том, что Украина, скажем так, сможет с помощью Запада дать очень сильную ответку, сохранив при этом целостность планеты. Да, наша главная задача не допустить такого удара. Но и наша главная задача тоже не поддаться на шантаж, при котором Запад уже испугался, а Украина дальше бьется. Какая логическая цепочка применения тактического ядерного оружия? Вот объясните, такой момент. Запугать. Он все еще думает, что нравится. Нет, для чего я знаю. Какая логическая цепочка? Когда вот будет та красная линия, после которой Путин скажет? Нет уж такого. Нет-нет-нет. Я вам отвечаю. Тут, смотрите, не ищите логики в голове шизофреника. Ну, нету там логики. Вот. По большому счету он должен был все по-другому делать. Начиная с того, что он не должен был нападать. Понимая реально цифры. Не слушая своего кума Медведчука, да, с погребинским социологом, которые говорили, что поддержка Путина в Украине 90%. Да, и украинцы так не любят свою власть, что страну защищать не будут. Оказалось, что украинцы могут власть и не любить, но страну они будут любить, ценить и защищать ее до последнего человека. Да, и все негативные настроения, они относятся к внутриполитическим вопросам, а не внешнеполитическим. Если приходит внешний враг, то мы сразу всю страну защищаем. Они этого не поняли, поэтому он-то с точки зрения логики не должен был бы и нападать. Но, отвечая на ядерный удар, мы прецедента не дали, поэтому логика там неприемлема. Он просто компенсирует отсутствие военных побед ядерным шантажом. Все. И даже если он думает, что, он скажет, что теперь эта Россия не стреляется, логично, что будут стрелять и никто не признает это. И мир будет расценивать использование ядерного оружия исключительно как фривольность и неадекватность данного политического лидера, который, по большому счету, с точки зрения управления политическими мировыми процессами должен быть зачищен. Просто ликвидирован как террорист, который просто перешел все возможные красные линии. Снова же, это точно не понравится его друзьям в Китае, это точно не понравится его друзьям в Индии, и, конечно же, он понесет за это ответственность. То есть, ни референдум, ни удачное контрнаступление в СУ не будет для Путина поводом для того, чтобы даже тактическое ядерное оружие использовать? Или тут все-таки есть нюанс? Смотрите, личные комплексы будут поводом использования тактического ядерного оружия. на удачное контрнаступление отвечают более удачным контрнаступлением, за утопление корабля отвечают другим кораблем. Но, снова же, Путин пытается использовать ту позицию, что у него есть ядерное оружие, а у нас нет. Ну, вот это единственное, что он пытается использовать. Единственная логика это то, что он проигрывает и только он проигрывает, он сразу берется за эту ядерную кнопку. Все. Но это, смотрите, это уже тоже не только вопрос Украины. Это проблема сегодня всего коллективного Запада. Хорошо, а где у вас гарантия, что он стрельнет и этот ветер не унесет ядерный пепел на территорию Польши или Румынии? Да? Так что тогда? Пятая поправка, нападайте, стреляйте тогда, стратегическим, потому что радиация пришла на вашу территорию. Чего? Чего же там молчать и сидеть? Поэтому на самом деле это проблема Запада. Мы переживали такие катастрофы, а Запад нет. И он боится в 10 раз больше. Но войну ведем мы, поэтому мы должны вместе включаться, чтобы решить эту катастрофу. И вот такой еще вопрос. Была информация, что и Китай просил, и Индия просила, да вроде как и Турция просила Путина, да, называем это, просила, закончить войну пораньше. Но мы-то подразумеваем закончить войну, это вернуться к границам 91-го года. А что подразумевает Путин? О том, что он говорит, когда, что он имеет в виду, когда говорит, что хочет закончить войну раньше? Он хочет, чтобы Украина проиграла, сдалась и вывесила белый флаг. Он смог тогда ввести своих гауляйтеровых фашистов для того, чтобы они сделывали местное население. Мы вот подчинили Украину, зачистили всех героев, которые воевали, зачистили всех политиков. Ну и тогда он мог сказать, ну все, наконец-то страна моя, я готов теперь вершить правосудие. Простите, ну мне сейчас вот смешно, извините, конечно, но я вот, я говорю с вами, понимаю, что это он имеет в виду, но я немножко, ну у меня другое настроение. Неужели он не понимает реалии, то, что происходит на фронте? Да, но он сидит в бункере, он в бункере сидит, он не знает, проигрывают или выигрывают. Я более чем уверен, что про половину своих потерь он даже не знает. А даже если знает, он их не, скажем так, он их не воспринимает как потери. Ему на них все равно. Он понимает, ну окей, проиграю, понимается, мышление Путина другое, оно не логически, оно реально больной человек. Он говорит, не он проиграл войну, войну проиграли вот эти 60 тысяч убитых. Вот они проиграли. А, так вот кто виноват. Он все правильно дает, все правильно рассказывает. Если вот эти 60 проиграли, мы приведем 100 тысяч, вот эти должны выиграть. Если те проиграют, ну он еще будет пытаться вести 100. Если уже видишь, что уже ничего нет, он будет угрожать ядерной кнопкой. Знаете, когда остановится последняя мобилизация? Последняя волна мобилизации будет, когда в России и последним, кому нужно будет идти воевать, будет Путин. И он тогда скажет, ну все, давайте войну заканчивать, хватит этих мобилизаций, надо останавливаться. Когда уже даже Пескова не будет. Вот тогда он остановится, потому что себя-то он дорожит. А вот всеми теми, кто на поле боя, это пешки. Они же, вот эта любимая фраза, бабы еще нарожают. Да нарожают, не переживайте, но не от вас уже. Ваши бабы будут рожать от китайцев, потому что Китай сегодня сильнее по всем параметрам. И на вас смотрят, на Российскую Федерацию, как на жертву, как на донора бесплатного человеческого труда, ресурса, нефти, газа, древесины и всего остального. Поэтому он сидит, смотрит исключительно на себя и он видит картинку совсем по-другому. Да, проиграли, да, не захватили, но будем пробовать еще. Поэтому вот эти все торги, его, они тоже отзеркалены от его мышления вот этих комплексов и болезней, которые есть в его голове. Ну, будем надеяться, что россияне раньше поймут, что мобилизацию нужно сворачивать, чем до того момента, как они там все не закончатся. Давайте перейдем ко второму блиц. Очень важный момент. Сорванная русскими мобилизация разделит понимание Путина и России. Вот это у них второй шанс сегодня появился разделить Путина и россиян. Если они сорвут мобилизацию и не отправят людей, люди скажут, да, был Гитлер и фашисты, а были немцы. Если же они этого не сделают, они фашистами останутся до конца дней своих. Вот это у них сейчас тест сорвать мобилизацию и разделиться. Потому что да, вот это Путин, он повел своих солдат вояк-фашистов, а люди не пошли. Если люди пойдут, это они подпишутся под всеми военными преступлениями всей своей нации, всеми национальностями, которые в нее входят, подпишутся под все этими убийствами. То есть можно будет сказать, что если раньше были хорошие русские, то сейчас эти хорошие русские, их нет. Они пишут юридический документ, подписывая, что они нехорошие русские. Если раньше мы не знали, у нас не было подтверждения, то мобилизация это по большому счету голосование ногами. Идут или не идут. Вот один парень вышел, убил военком и говорит, я не за них. И знаете, что самое смешное и самое обидное? Этот парень не убийца. Он не убийца. Он просто здоровый, адекватный, здравомыслящий человек, который говорит, я не хочу идти убивать. Вот это форма протеста. Это не убийство. Убийство будут делать якуты, буряты, русские, москвичи, питерцы, которые записались и уже едут в поездах на подготовительные вот эти две недели. Вот это убийцы едут. А этот протестовал против того, чтобы не случилось реально большой катастрофы. Будем надеяться, что у россиян хватит мужества не только бежать в Грузию, которую они, кстати, не так давно бомбили, не только убегать в Казахстан, на который они, кстати, говорят, что там у них тоже нужно защищать российский народ и русский язык и все такое, не только бежать в Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, с которыми тоже у них напряженные отношения, а что они возьмутся за руки, возьмут палки в руки, придут и просто заблокируют военкоматы. Вот просто все, что нужно заблокировать военкомат. Ну, а пока они этого не делают, давайте мы ответим на вопросы Блиц-интервью. Второе, короткие вопросы, короткие ответы. И первый вопрос. Весь мир уже понял, что Путин убийца или еще есть уникумы? Я думаю, что понял, но многие боятся, что он может прийти на их территорию, поэтому они предпочитают не говорить об этом. Запад боится ядерных угроз Кремля? Да, Запад боится, Украины нет. У мира готов ответ, если Путин применит ядерное оружие? 100% Китай, Штаты готовы будут разделить Россию на две части поровну в значении веса своих экономик и сделать так, что Россия пострадает за это использование, халатное использование, потому что мозгов в этом решении практически нет. Путин уже заигрался и на него можно готовить покушение? Я думаю, да, 100%. Даже не покушение, лучше ликвидацию. И последний вопрос. А он может умереть сам? Знаете, такие негодяи редко умираются? Скажем, держим пальцы, чтобы эта ликвидация случилась как можно быстрее. Надеюсь, все-таки, что русские перестанут бегать от сотни тысяч русских, перестанут бегать от сотен или тысяч просто полицейских, вооруженных дубинками. И вернут власть народу. И заберут ее у тирана и оставят себе. И тогда не нужно будет хотеть умирать и убивать. Вот это моя такая мысль. А вам большое спасибо за сегодняшнее интервью. Как всегда, очень четко и по полочкам.